Рассмотренный в первом чтении законопроект подразумевает, что с 1 сентября 2024 года безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики, будут продавать только совершеннолетним. Поэтому, отпуская баночку бодрящего, у покупателя будут вправе требовать и паспорт. Инициативу поддержали в Ульяновском Заксобрании. У нас для детей и подростков разрушающих различных факторов достаточно много. Очень много сидят в интернете, очень много делают вещей, которые психику в определенной степени разрушают. И энергетики занимают в этой части очень большое значение. Ни для кого не секрет, что бодрящие напитки – сплошная химия. Красители и ненатуральные вкусовые добавки в сочетании с кофеином и туарином могут стать причиной язвы, тахикардии и других проблем со здоровьем. Повышение давления, учащение сердечного ритма и стимулирование эндокринной системы, когда уже и дрожь в руках появляется, и они сами не поймут, почему. Поэтому стараются выпить следующую баночку энергетического напитка, чтобы это все прошло потом снова. И так получается замкнутый крок. Законопроект поддержали и ульяновцы. Некоторые даже считают, что тонизирующие напитки продавать не стоит ни детям, ни взрослым. Энергетики я вообще не приемлю. Я не понимаю, зачем вообще энергетики пьют. Там же много талурина. И даже видео некоторые показывали, что на машину энергетик проливают. И он просто с такого растворил. Хотя мой ребенок энергетики, наверное, в таком возрасте в молодом не пил, но ни к чему эту всю гадость продавать детям. Ну, там кофеин, другие. Я не знаю, как состав. Но кофеин это точно есть. Но вредно для растущего организма. Ну, наверное, лучше не продавать. Я и взрослых считаю, что не надо продавать. Как относитесь к этому? Очень положительно. Как минимум знаю химический состав. Очень много про это читала. Ну, сама ребенок. Пусть еще пока маленький, но не хочу, чтобы молодежь этим травилась. Я буду счастлива, если им запретят эти энергетики. Это будет приятно. И дорогого это стоит. Это самый хороший вариант. Скоро законопроект рассмотрят во втором чтении. Параллельно в Госдуме разрабатывают меры ответственности для нарушителей запрета. Юлия Адамова, Геннадий Бухтояров, Анатолий Рассохин, Уллправда ТВ.